Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать добротный бой на Суперконе на карте Малиновка. Ну и также сообщу вам конечно свежие новости мира танков, благо их очень много, так что слушайте внимательно. Итак, вышел новый премиум танк 5 уровня, уже второй по счету в этом году, называется он Валент, ну то есть если переводить на русский храбрый. Это танк, это СТ 5 уровня в Великобритании, по характеристикам ничего конкретного сказать не могу, такого примечательного. Ну да, хорошая маскировка по подвижности, машина по-моему медлительная, то есть максимальная скорость всего 19 км вперед, то есть как-то очень мало, несмотря на хорошую маскировку. Уделенная мощность двигателя 7,68, то есть настоящий такой вот супер медленный танк, настоящая улитка, можно так сказать. Альфа 110, 91 пробитие, основными снарядами 144 на голде, ну и по броне 114 мм во лбу и 114 мм во лбу башни. В целом не выглядит этот танк имбовым, то есть я бы назвал бы его, наверное, посредственно, потому что слишком медленный, вы знаете, что на 5 уровнях, да и в принципе на всех уровнях скорость имеет значение, а тут танк, ну совсем что-то медленный, то есть не вижу смысла в нем. Далее, друзья, у нас тут победители в прошлом видео, вот люди, которые выиграли 3 голдовых приза, вы опять-таки тоже можете выиграть голду в этом видео, вам всего лишь нужно досмотреть данный видос до конца и в комментарии указать свой игровой ник. Все очень просто, также нужно подписаться на мой второй стримерский канал, где я разыгрываю голду. В общем, дерзайте, выигрывайте золото, оно вам точно пригодится. Внимание, внимание, к 75 годовщине победы все игры на воткид со скидкой 50%. Только честные призы, без пустых контейнеров, каждая шестая игра бесплатна, а праздничная раздача 5000 золота ждет своего счастливчика ежедневно на воткид.ком. Это реально круто, спиши, ссылка и промокод в описании. Итак, друзья, хотел бы вам напомнить, что вы еще до сих пор можете получить ценные подарки, например, Льву и Скорпион-Джи. Два замечательных премиум танка, которые действительно не дадут вам соскучиться и принесут вам очень много серебра. Так что я считаю, нужно точно воспользоваться данным предложением. Тут еще к двум этим премиум танкам идет день премиум аккаунта, X5 опыта, также 2D стил, резервы, в два раза больше опыта экипажа, расходники и многое другое. Если интересно, обычно в комментариях я закрепляю очень даже такое интересное предложение, информацию о том, где это все можно взять. Итак, друзья, хотел бы также еще отметить, что разработчики сейчас начали добавлять в игру множество разнообразных 3D стилей. Прямо их добавляется столько, что не перечислить и все, наверное, не запомнить. Вот, например, еще один новый 3D стиль. Хотя, лично я так смотрю на него и что-то не похоже на 3D стиль, больше похоже на 2D стиль, ну, по крайней мере, указано, что это 3D стиль. Может быть, ошибка, не знаю. По сути, вы, наверняка, понимаете, что тут изображено, то есть, канадский флаг. И этот танк, наверняка, будет интересен тем, кто живет в Канаде. Наверняка, среди моих зрителей таких людей вообще, может быть, но если один найдет хотя бы канадец, это будет вообще эпично. Напишите, если вы из Канады. И напишите также, хотите ли вы получить этот 3D стиль или 2D стиль, тут не совсем понятно. Свежая новость, возможно, кому-то она очень даже понравится. Разработчики отметили, что режим, вот этот вот, дорога на Берлин с ботами, получился довольно сложный. То есть, по статистике, все-таки, многие игроки не смогли одолеть ботов. Больно они сильные, хотя, на мой взгляд, тут не совсем сложности ботов. Бот это, на самом деле, еще те тупицы, как по мне. То есть, они там порой такую дичь творят. Да, они, конечно, опасны, но у них полно слабых мест. То есть, они там могут, там, борт подставлять часто, также корму. И вообще, делают полнейшую дичь. Тут, скорее, все из-за того, что игроки, вот если играешь соло, и тебя в команду накидают там каких-нибудь не самых таких вот скилловых игроков, и такая команда совершенно не сыгранная, так еще и скилла нету. И в итоге, естественно, сливаются ботом. Если, там, пять игроков, ну, рандомно закинуло хороших, то уж поверьте, этим ботам точно долго не жить. Хотя, все-таки, режим не получился, ну, таким простым. Но, на мой взгляд, это даже и хорошо. То есть, должно быть все-таки сложновато. Потому что, в ином случае, против ботов будет скучно играть. Но это мое такое субъективное мнение. Может быть, кто-то считает по-другому. Но, в любом случае, это хорошо, потому что сейчас вот, ну, можно будет, я так понимаю, ботов уничтожать проще, и чаще побеждать, и больше опыта получать, и в итоге быстрее продвигаться. Конечно, я понимаю, сейчас многие игроки разозлятся на меня, кто без доната там проходит, потому что это полная жопа, я вас отлично понимаю. И еще один 3D-стиль для внимания Чифтейна, внезапно. Это танк для элитки, так скажем, для игроков, у которых немереное количество бонов, которые там танки типа Чифтейна покупают за 40 тысяч бон или больше. Ну, такие игроки, это, конечно, сверхразум. Ну, или просто для скиловичков, которые в клане, в общем-то, взяли и, ну, заполучили этот танк. Ну, я считаю, что это самый такой вот, ну, не простой способ, а самый такой вот способ, ну, разумный. То есть, тут по-простому никак не взять этот танк, то есть, тут придется подзадротить, потому что больно имбовый танк. И, конечно, 3D-стиль для него получился зачетный, очень мне он понравился. Скорее всего, это готовится новая активность на глобальной карте. Кстати, некоторая хорошая новость, как сказали разработчики, они будут всячески упрощать глобальную карту. И, в общем, больше игроков со временем смогут взять Чифтейна. Это не значит, что его все равно там можно будет взять прям изи, все равно придется трудиться. И дальше у нас такие вот предложения от Wargaming. Просто хочу их разобрать, это не реклама. Хотя, в какой-то степени это реклама все равно, но мне за нее не заплатили, жалко, конечно. Но, тем не менее, 3 дня премиум аккаунта и 350 золота, 110 рублей. Но, если вам нужна голода, если нужен срочно премиум аккаунт и денег вам хватает, то, может быть, и стоит воспользоваться данным предложением. Но, а так, в принципе, особо я не вижу смысла. То есть, проще тот же Ростелеком подключить и бесплатный премиум аккаунт. Ну, как бесплатный? Ну, короче, дополнительный премиум аккаунт будет вам. Также, как вы можете видеть, такой вот 3D стиль для колесного танка 10 уровня. Очень симпатичный 3D стиль. И тут стоит напомнить, друзья, что разработчики официально подтвердили, что, по крайней мере, еще два новых сезона боевого пропуска будут в этом году. То есть, еще будет, по крайней мере, четыре 3D стиля. Ну, включая этот... То есть, мы можем увидеть еще дополнительные призы, еще одно прохождение боевого пропуска. Ну, в принципе, очевидно, что следующим танком будет как раз колесник вот этот вот. Также, многие игроки сейчас уже начали с ПВЕ получать из два экранированного. мнения разделились по поводу этого танка, но все-таки, как ни крути, а это премиум танк. То есть, даже его можно в трейд-ин за голду, например, сдать будет, или катать, фармить на нем, ну, или просто, чтобы он в коллекцию добавился. Так что, тоже неплохо. Ну, и новости с патча 1.9.1. Собственно, общий тест выйдет ровно через неделю, 14 мая, в четверг. Выход обновления 1.9.1 на RU ждем примерно в середине июня 2020 года. То есть, конечно, ждать придется долго. Сейчас разработчики почему-то каждой патча стараются максимально так оттестировать и постепенно кусками добавляют контент в патч. То есть, то, что я сейчас озвучиваю, это еще не факт, что это все, что будет в этом патче. Итак, карты. Карту Берлин добавят случайные бои. Она сейчас только для ПВЕ, для техники от 4 по 10 уровень. Размер карты 1050 на 1050 метров. Также изменение внешнего вида. Добавлен новый элемент внешнего вида, этапные декады. Эти элементы могут изменять свой внешний вид, если было выполнено соответствующие условия. Ну, в общем, тут сложно описывать. Конечно, можно прочитать вам все это. Но смысл примерно заключается в том, что вы можете добавить этапные декады, которые можно получить, улучшать за выполнение определенных условий. То есть, предположим, у вас там 1000 боев, сыграли 10 тысяч боев, и у вас там медалька стала декальная, не серебряная, а золотая. Предположим, это просто пример, как это работает. Или вы, например, воина взяли, много там, 1000 воинов, и у вас там медалька воина золотая. Ну, вот что-то подобное, то есть, это чисто пример, это не факт, что именно так будет, но вот примерный смысл, чтобы вы понимали. Заменять, скрывать элементы, входящие в составы новых стилей. То есть, можно будет менять стиль. Вот, например, вы получили когда-то там, например, стиль, 2D-стиль, который никак нельзя было поменять. Там какие-нибудь элементы, там танковые гонки, например, год какой-нибудь там написан, там 2000, там какой-нибудь 19-й, предположим. Вы теперь эти элементы можете убирать, там добавлять что-то новое в этот 2D-стиль, то есть, кое-что менять, что, конечно, довольно-таки интересно. Ранговые бои 2020, добавлен третий сезон ранговых боев, пройдет он в 2020 году и зацепит 2021 год. То есть, по сути, в этом году еще будет 2 сезона ранговых боев, а третий сезон будет уже в следующем году. При этом, взвезут новые танки. По некоторой информации, танков будет больше в ранговых боях, и можно будет выбрать там 1, 2 танков, 3 даже, возможно, будет. Но это в основном девятки будут, скорее всего. И, в общем, довольно-таки интересно. Ну, конечно, вместе с ранговыми боями, с первым сезоном, выйдут, конечно же, танки-забоны. Куда же без них? О них я уже много раз говорил. Новый настраиваемый стиль, добавленный универсальный стиль для всех наций, который можно изменить, выбрать, заменить камуфляж, эмблемы, шрифты, тактические, тактических номеров. Ну, и добавлю новый танк, Лорен 50 тонн. Вчера я его, собственно, разбирал. Четыре человека экипаж. В общем, машина специфичная, ДПМ вообще не понравился у этого танка. Изменены характеристики танка К-91-2. Это СТ девятого уровня СССР, акционный танк. Разброс движения максимальный был 0,147,0. Стал 0,147,0. Разброс от поворота ходовой был 0,1,522. Стал 0,147,033. Заряжение орудия было 8,25. Стало 8,92. Скоростреленность орудия была 7,28, стало 6,73. Средний урон минуту был 2620, стало 2422. Максимальная скорость вперед была 50, стало 55. То есть, по сути, в основном это нерв, по крайней мере, по орудию. Но небольшой апп подвижности. Улучшение визуальных эффектов, добавлены новые эффекты взаимодействия машин с поверхностью, типа нефть, мазут, попадание снарядов, выбросы из-под гусениц и так далее. Другой добавлен новый 2D стиль, аргентинская танка. Не знаю, для чего это. А также 2D стиль купальная ночь и флора. Ну, в общем, это основные изменения. Посмотрим, как это все будет тестироваться. Ну, скоро патч сам откроется. Общий тест я имею в виду. И можно будет посмотреть. На этом все, друзья. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Продолжение следует...